Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас небольшой выпуск, и мы вновь будем готовить на тандыре. Никакое это сложное блюдо. Мы будем готовить лепешки. Пойдем и замесим тесто. В первую очередь нам понадобится мука, немного соли, немного молока. Можно сделать на воде, но я буду делать на молоке. И возьмем чуть меньше, чем пакетик дрожжей, для того, чтобы у нас поднялось тесто. Что нужно в первую очередь сделать? Ну, подогреем молоко. Молока на 2 кг муки нужно взять около полулитра. Итак, молочко подогрелось до температуры около 40 градусов. Мы сейчас его вылим в большую емкость. Все выливать не буду. В эту же емкость с молоком добавляем дрожжи. Я весь пакетик и высыпал. На 2 кг муки нужна столовая ложка соли. Все сюда же. И активно все перемешиваем. Сейчас, когда дрожжи у нас растворятся, будем понемножку добавлять муку. Здесь у меня чуть больше килограмма, но я потом подцеплю. Есть очень много в интернете рецептов, как правильно делать лепешки. Мне кажется, какое бы тесто не получилось, все будет очень вкусно. Еще муки добавлю. Вот такой колобок у нас получился. Сейчас мы его положим в миску, обратно вернем. Пусть он там лежит. Набирается сил. Оставляем его где-то на час. Накрываем полотенцем. И идем топить тандыр. Тесто мы поставили. Подождем час-полтора, пока оно у нас подойдет. Будем формировать лепешки и уже укладывать их в тандыр. Но для начала нам нужно этот тандыр разжечь. За моей спиной вот эта небольшая кучка дров. Буквально 5-6-7 килограмм дров. Ее будет достаточно для того, чтобы для приготовления лепешек в тандыре донской разогреть стенки тандыра. Стенки тандыра должны быть очень горячие. К ним должно тесто прилипнуть сразу же после того, как я помещу его туда. Итак, приступим к разжигу. Наколем мелких щепочек для того, чтобы тандыр плавно разжечь. Я предпочитаю тандыр разжигать плавно, чтобы трещин не появлялось. Ну, как бы лучше перестраховаться, на мой взгляд. А если видите, то у меня нет специальной подставки под тандыр. Все-таки его лучше ставить на подставку. И я вот придумал, тут два блока положил. Это временное решение. Почему я их положил? Потому что, когда идет дождь, вот нижняя часть тандыра, она все-таки намокает. Несмотря на то, что он в это время накрыт чехлом. И поэтому лучше немножечко его приподнять над вот этим уровнем. А так вот сейчас на него вода не попадает даже в самый сильный дождь. Пришла пора подбросить немножко дровишек. Субтитры подогнал «Симон» Жаротугли довольно серьезный. И я решил поставить крышку, чтобы она тоже прогрелась. Ого, тесто у нас подошло. И сейчас мы из него будем делать шарики. Вот такие шарики нам нужны. Я думаю, штучки четыре у нас выйдет. Это у нас заготовки для будущих лепешек. Почему я делаю такие маленькие лепешки? Потому что тандыр у меня небольшой. И горлышко у него диаметром всего 20 сантиметров. Поэтому мне нужно сделать так, чтобы лепешка туда, как говорю, мини-пух, вошла и вышла. Хочу попробовать сверху украсить лепешечки кунжутом. Серединку лепешки нужно, или можно, вот так вот уплотнить кулаком. Вот уже примерно очертания будущей лепешки вырисовываются. И вот вилочкой наделаем дырочек. Вот так вот я обильно присыплю все четыре лепешечки, которые у меня получились. Так, тандыр у меня еще не совсем готов. Но вот лепешки я оставлю. Вновь накрою их полотенцами. Пусть они доходят. Крышка уже очень горячая. Сейчас я удалю угли. Я взял перчатки и сейчас вытаскиваю раскаленный колосник. Почему я его вытаскиваю? Потому что мне удобнее так выгребать угли. Красота! На место воздружу крышку. Закрою поддувало. И, естественно, сверху накрою колпачок. Лепешки уже ждут своего часа. Здесь еще стоит миска с водой. Она нужна для того, чтобы тыльную сторону лепешки смочить водой, прежде чем налепить ее на тандыр. Лепить нужно очень аккуратно, потому что тандыр очень горячий и очень сильный жар идет от него. В ассортименте компании Форнакс есть специальные варежки, которые надеваются по локоть практически от производителя тандыров Амфора. Но у меня этой варежки нет, поэтому я взял обычные савдеповские верхонки. И с помощью этих верхонок буду сейчас водружать в наш тандыр лепешки. Лепешку вот так вот кладу. Легонечко смачиваю. И вот так вот, таким вот движением, хоба, налипляю на стенку тандыра. То же самое я проделываю с остальными четырьмя штучками. Налиплю их на все, как говорится, четыре стороны тандыра. И еще раз. Жар очень сильный, но варежка меня спасает. И последний. Все. Сейчас все лепешки у нас на месте. Одна. Вторая. Третья. И четвертая. Сейчас я накрою крышку. И будем ждать. Думаю, минут 10 подождем, прежде чем доставать лепешки из тандыра. Посмотрим, что через 9 минут где-то случилось с нашими лепешечками. А все сидят. Все сидят на месте. Запах идет божественнее просто. Я думаю, все готово уже. Замечательно. Замечательно. 15 минут у меня ушло на то, чтобы приготовить тесто. И минут 10 ушло на то, чтобы запечь лепешки в тандыре. После этого я немножечко подогреваю его и буду готовить уже основное блюдо. Советую зайти на сайт farnax.ru, подобрать для себя тандыр, выбрать к нему аксессуары и готовить на природе с удовольствием. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.